Спонсор этого выпуска канал Портье Дрогба, автора которого делают веселые футбольные новости, анонсы матчей, забавные опросы людей на улицах и кучи топов. Подписывайся на канал, ссылка в описании. Бдю-бдю. Пикачу, зрители этого Гокатуна, не так давно вышел русифицированный трейлер Дэдпула. И он вызвал у меня шок, поэтому я решил, что я с вами поделюсь, я даже... Новое название, новая серия будет роликов у меня на канале. Где мы будем смотреть подобные трейлеры и говорить, что же здесь пошло не так. Давайте начнем. Мы справимся с этим. Здесь пока что все нормально. Голоса вроде даже неплохие. Нормально, давайте. Вроде все пока нормально идет. Да, боец. Круто. Ну, окей. Обещайте, что позаботитесь обо мне. Чтобы и я мог позаботиться о других. Только, чтобы костюм был не зеленым. И без блесток. Что? Кстати, что он сказал? Только, чтобы костюм был не зеленым. И без блесток. Вы что, серьезно? Костюм был... Без блесток? Причем тут без блесток? Одного вы точно тут лишитесь. Чувство юмора. Это мы еще поглядим, Пупсик. Эй, да ладно! Ты что, хочешь оставить меня тут наедине с этой лезбой? Лезбой! Давайте теперь посмотрим, как это звучало в оригинале. Пожалуйста, не делайте костюм зеленым или анимированным. Это явная отсылка к зеленому фонарю, который перевалился в Америке. Потом вторая шутка. Сми не злобно, Рози Адонал. Какого хера думали переводчики, когда решили брать и начинать перебирать все шутки. Но на этом это все не кончается. На этом все не кончается. Давайте слушать дальше. Папочке хочется рвать и метать. Да это мне хочется рвать и метать. Знаете почему? Потому что в фильме 18+, у нас есть фраза вроде «Ах, ты падала». Потому что по каким-то причинам в фильме с ноготой и мокрухой нельзя материться. Теперь смотрим. Чем больше силы... Ну ладно. Чем больше силы, тем что? Тем больше беспредела? Are you fucking serious? Вы взяли и переврали фразу из Спайдермена. То есть шутка про то, что с великой силой приходит великая ответственность, которую переделали в оригинальном трейлере американском. Они решили это просто взять, забыть, такие... Что с великой силой что там приходит? Типа с великой силой приходит великая безответственность. Что сложного в этом переводе? С великой силой приходит великая безответственность. Она даже нормально строится в предложении. Зачем было переводить это как... Тем больше беспредела. Что в этом смешного? Это не отсылка уже получается. Это получается какая-то хрень. Вот блин, ну и рожа у тебя. Типа мошонки с ушами. Ну, пойдет, окей. Походу, как будто лепрекон трахнул лицо Фредди Крюгер. Где шутка про карту, топографическую карту Юта? Причем тут лепрекон... Если ты не знаешь, где находится Юта и так далее. Сколько хера ты должен знать лучше о лепреконах? Кто переводит это дерьмо? Надо сегодня вздрачнуть. Ну, окей. Окей. Да ты жуткий. Похож на затраханное до полусмерти авокадо. Спасибо. Почему? Почему нельзя было перевести что-то... Как в оригинале это было? Зачем все было перевирать? В чем смысл был этого? Он в оригинале говорит. Ты видишь, как будто авокадо трахнулось чуть более старым авокадо. Зачем, зачем, зачем все это... Зачем каждую шутку, зачем каждое предложение перевирать в этом трейлере? Половина Дэдпула, половина комиксов строится на отсылочном юморе. Отсылочный юмор делает Дэдпула релейтабл персонажем, так сказать. Которым ты можешь... С которым ты связать себя. Который похож на тебя, может, чем-нибудь. И, зная шутки, отсылочный юмор, его нельзя переводить так дерьмово. Потому что ты, например... Не надо говорить мне каких-то отговорок вроде «У нас в России не знает, кто такая Розио Доналл». Или «У нас не смотрел никто Зеленого Фонаря». Так и в Америке не все смотрели Зеленого Фонаря. Не все в Америке, может быть, знают, кто такая Розио Доналл. Это не имеет значения. Вы должны переводить шутки, как они есть. Иначе юмор, который был в них, он просто вообще пропадает. Какая-то лезбия, это не смешно. Какой-то блестки, это тупо. Это просто тупо. Этот момент с... Пожалуйста, не делайте блестки туда. Что это за чушь? Нет, такие мы не на Т. И без блесток. В чем? Для какого детского сада это вообще... Весь этот юмор. Это все равно, что представьте у Тарантино, в его «Бешеных псах». В начале фильма они бы говорили не про песню Мадонны, а какую-нибудь про песню Аллы Пугачевой вместо этого. Про то, что... Just like a virgin. И мы бы сидели такие, думали, блин, как это вообще связано с этим фильмом? Откуда они знают про Пугачева? Это губит юмор. Весь, который в нем был. Потому что... Потому что часть юмора строится на том, что ты знаком с теми же вещами, с которыми знакомый персонаж. И он шутит про эти вещи, ты в курсе которых. Да блин, даже не все персонажи Тарантино в начале фильма понимают, о какой песне вообще идет речь, и о чем вообще идет разговор. И не важно, знаешь ли ты или не знаешь. Если я буду говорить, опять же, про бешеных псов. Например, кто-то не знает, что такое бешеные псы. И... И они тогда нагуглят их. То есть человек будет знать больше об этих вещах. Возможно, он посмотрит бешеных псов, если он их пропустил. Потому что в свое время это начало карьеру Кевина Смита, который посмотрел бешеных псов и решил, ни хера себе они в кино разговаривают о вещах, о которых мы говорим со своими друзьями. И он сделал фильм Клерки из-за этого. Который тоже строился на юморе с отсылками. Там были разговоры, куча разговоров про Звездные войны. И не важно, если бы, например, кто-то пришел смотреть Клерки, и, например, не знал, что такое Звездные войны. Каждый режиссер, который снимает подобные фильмы, он берет риски с тем, что отсылочный юмор, никто его не поймет, например. Кто-то с чем-то незнакомый или еще что-то не знает. Потому что так фильм кажется более жизненным. В то время как здесь они берут и весь этот юмор превращают в какой-то понос. Говорят про лесбиянок, про блески и еще какую-то хрень. И черт побери, каждый год происходит такое говно. Нам, видно, надо радоваться, что в фильме обозвали, типа, Мертвый бассейн или еще что-то в таком духе. Кто у нас делает этот перевод? 20-й век Фокус СНГ? Кто локализирует это дерьмо? Я бы написал петицию, чтобы им в задницу засунули ведро чимичанг. Чтобы они, блин, подавились этим своим переводным странам. Скажем мне подобному дерьму. Если не все поймут шутки, например, которые есть в Дэдпуле, они отпугивают людей, которые могли бы их понять. То есть главные люди, главные фанаты, которые могут пойти на это кино, которые явно не для всех. Персонаж Дэдпула это не какой-то топовый персонаж вроде Железного Человека, поэтому его в свое время... Блин, спасибо. Поэтому его в свое время продала Марвел и отдала Фоксу, потому что он им был, по их взгляду, не особо нужен. Почти как Фантастическая четверка. Но это не значит, что нужно брать и перевирать все, что есть в фильме, просто чтобы пошли на него массы. Пускай они не поймут, зато будут рады люди вроде меня. Вообще в интернете дофига людей гораздо умнее меня, которые понимают гораздо больше шуток, чем я, и которые поймут гораздо больше отсылок, которые я, например, даже упустил. Хватит принимать своих зрителей за идиотов. Хоть и пускай сейчас обсуждают трейлер фильма по комиксам. Президент для меня это уже стало последней каплей. Но с таким переводом у нас даже не будет шансов понять, что изначально было в оригинале, и что они имели в виду под этим. Будем смотреть на вот эти сцены вроде, пожалуйста, без блесок, уберите это лезвие и не понимать, что происходит в этом трейлере. О чем они говорят, что здесь должно быть смешно. Ну, кроме этой полушутки, которая как старый анекдот уже, ее все слышали. Черт, побери. Странное дерьмо. Короче, я даже не знаю, мне теперь даже в кино-то идти после этого не особо хочется. После этих переводов. Что они делают, ублюдки? Поэтому 20 век Фокс СНГ. Я не знаю, кто у вас там переводит, но вы говноеды. Идите нахер, и ваш перевод дерьмо. Если я не увижу трейлера, в котором будет исправленный перевод, я, наверное, и в кино даже не пойду. Буду ждать, пока оно на Торренти выйдет. Понятно, вот на Торренти буду смотреть ваш фильм. Спасибо. Это на этом конец этого ролика. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться на этот канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы на канал, ставьте лайки на канал друзьям. Я всегда рад вам подписчиков. На этом все. Пока я. Бдю-бдю. Пик-а-пик.